внимание друзья чистый экспромт никакой подготовки слушаем тема сертификации семян так значит здравствуйте вы готовы задавать вопросы только просьба будет все равно чуть-чуть громче говорить погромче ладно потому что запись это такое дело капризное значит я напомню уже вам о чем разговор был от вас звонок вы сказали получили сухие семена и спросили что мне с ними делать вот я сказал я выключаюсь готовлю аппаратуру и мы поговорим так чтобы услышали на сотни и не делали ошибок вот и не пропустили сезон из-за каких-то мелочей правильно так начали по порядку и так вы это будет ваш второй вопрос первую задали когда позвонили правильно так когда позвонили значит вы получили сухие семена вот так и для большинства семян сертификация еще рано напомню что такое сертификация учите нас послушать многие а потом вы мне напишите а мы все этот ролик отдельно лично вам хорошо потому что сейчас того ничего не видите а люди на экране все увидят и вы потом увидите ладно уже с картинками и так значит сертификация зимний период месяц два-три яблони месяц груши два абрикосы два вишни два слива три а черешни 4 персики 4 и так далее столько времени они должны быть сыром песке сегодня у нас 20 января значит вы получили в сыром песке лещину то есть у нее срок длинный чуть ли не с осень поэтому уже получили у меня в сыром песке для чего нужен сырой песок и холод мы имитируем погодные условия удивительное дело утром по совы или весной посадите сухими они взяли им обязательно нужен период повторить строго за природой период покоя холоде и в сырости скажем так что это не так и они не сходят природа она щедра дерево может дать 9000 десятки тысяч семян и нам от этого ни холодно ни жарко потому что конечно в счете тысяч только одно заменят когда-то материнское дерево остальное или съедят птицы вот заодно разнесут другие места или съедят мыши вот или просто не взойдут и так далее нам нужно чтобы деньги были выброшены не зря и так примерно я уже сроки назвал а сейчас делаем хитрее первый этап вы у вас семена в этих пакетиках почти все сухие вы их выковыриваете то есть разрываете пакетики а на экране фотограф который мне прислали один из моих учеников и вот как раз тут очень красноречиво баночки как можно меньше как я говорил ну какие есть из под майонеза бывают медицинские баночки и хранение в сухом виде до того момента когда надо высаживать вот а сейчас я перехожу у меня есть особая папка люди полюбовались все кроме вас вы вроде именинец именно вы не увидите долго еще не увидите пока не будет смотреть фильм и так называется архив железов посадка семян все не буду так все не буду буду много пропускать но самое интересное будут даты почему потому что первый этап второй вы сказали что делать потом а первый этап что делать сейчас и так значит приходит время посадки я беру две темы сразу посадку почему так удобно почему все же мои фотографии настолько наглядно что не надо даже университете учиться потому что там так толком не объясняют там уснете а у меня не уснете вот смотрите я просто взял и вот этот как он называется просто навел и даже ничего не нажимал я вижу первое мая пятнадцатого года видели первого мая вот он сходит это мой сад это косточка абрикоса которая всходит в моем саду вот крупный план вот она кости были полностью под землей и вы будете закапывать но символически совсем-совсем немного и когда придет пора обратите внимание земля сырая чуть-чуть песку не хватит вы же будете садить как к апрелю месяцу часть из них проснется часть будет спать а вам надо чтобы все взошли которые просвали сразу на постоянку желательно не сразу не обязательно желательно а когда спят вылезут потом если хватит влаги вот картинка вы увидите потом ладно ой мы с вами не познакомились не считая переписки так позвольте это самое представьтесь пожалуйста валентина резина ну для меня валентина вот можно сказать варечка ну и это мы с вами это самое можно сказать друзья пойдем дальше схожесть персика 27 мая вот я показываю всем 27 мая это как бы сказать это их особенность ладно смотрим дальше это вы потом увидите так схожесть абрикоса вот здесь абрикос который уже водишь из земли очень удобно смотрим дату 3 июня ну он вылез на несколько дней назад еще позже я сразу говорю поздновато им надо еще зиму уйти кое-что пропускаю пропускаю ну вот этим зашли в горшках а ну это уже середина лета это уже август и сейчас найдем поинтереснее это все я не раз показывал но да наверняка еще много людей ни разу ни разу не видела допустим показывал 5 раз а многие не видели ни разу смотрим самое главное почему нельзя раньше сертифицировать вот никто так сделали а сейчас 3 человека уже в панике а они уже взошли а на дворе январь а вот я взял фотографию которая на него написано 25 января вот а почему а потому что я такой же был как все вот осенью собрали семена в сырой песок погреб вот результат 25 мая и куда их девать теперь на улице мороза вот это значит что все на дойдет вовремя и еще раз абрикосом отложу два месяца в среднем хотя что интересно когда люди получают от меня семена косточки абрикосов допустим амора артем серафим амора зашли все серафим не один а артем половина вот и попробовать они а у всех же все одними руками дело и это там тазик с песком один и тот же а результаты разные а еще знаете почему а а интригу и чуть ниже об этом будет так терпите глядя в пустоту персик зашел 1 мая заметили опять мая поэтому вы персики вы получили сухие именно сейчас вы с них начнете старификацию вот я у меня есть ролик я не верю что все видели должны были все видеть я на кухне старифировал брал песок 6 к 1 насыпал по объему воды размешал и застарифировал эти косточки сливы сейчас я покажу результаты в те годы вот но большинство наверняка не видели и даже не знают о том что ролик существует вот это моя обида мало просмотров а друг другу никто не рассылает я проводил опыт в один вебинар посмотрели 400 человек я говорю умоляю ну пошлите двум друзьям они пусть и скажут еще пошлите может быть хоть пару тысяч посмотрим следующий вебинар посмотрели даже не 400 390 то есть никто и ухом не повел а теперь смотрим дальше даты вот это писали фотографии 6 апреля так это фотографию смотрим 7 апреля это все присланы ведь написано серафим амур сенсия прислали фотографии ой урок это моя нет не моя он уже не помню все молчу нет не мая не мая не мая вот значит они все проклюнулись их надо садить они даже немножко переклюлись то есть на грани выбрасывание значит что получается смотрим на дату внимание 7 апреля значит они где-то к 1 апреля были готовы а пол россии в это время стекли поняли да артем а это все один человек пришел артем седьмого и вот что интересно да они еще не проснулись один подозрительный это при прочих равных условиях да я вижу по этим по цифрам это один тоже человек а этот проснулся седьмого а вот начало и так какой-то из номер четыре или это сиани самура или это маджуис вот само то вот эти два на постоянку остальные 8 можно их спокойненько разместить в виде школки об этом мы тоже поговорим вот еще один присылать здесь уже другой шрифт смотрим вот артем 9 апреля что он делает спит следующий смотрим пожалуйста амур дальше еще вот эти спят 9 апреля спят 9 апреля сыновья маджурцы спят ну а теперь пойдем по другим мы это мои бесценные фотографии которые когда-то будут использованы здесь в учебниках то что в учебниках вы видите фотографии и рисунки это ужас за это не то что надо ганара давать за книгу а надо по это само по попке вы поняли 7 мая опять персик поздно зашел видите у него другие сроки вот идем дальше идем дальше дальше пропускаю вот это хранение это примерно 2000 или 2001 год значит у меня был один год рассказываю у меня есть это пришло письмо пришлите мне прошло год не этого года урожай а предыдущего и мне нужны будут эти самые ваши не не свежие косточки почему они лучше всходят у меня такой вот был один год был абсолютно пустой холодильник и было примерно вот так с большим запасом больше знаете мои вырожай какие ну и чё продал прошлого дня еще больше было этих самых восторженных отзывов и застрял в голове я звоню братскому юрий васильевич за шестой это залежало это лучше взошли у людей а ты говорит этого не знал что ли я откуда знал я считал что чем свежие эти волосы нет вот эти которые долго лежали на ворот торопятся так смотрим вот это вот у меня уже 20 марта и обратите внимание зашли зашли а это сливы вот вы поняли что их надо было чуть позже а если вы всегда обычно в новый год статифицируют теперь я выбираю дату примерно 15 вот вы получили посыл там были сливы наверняка вот сейчас ваше время статифицировать именно вот это оптимальный срок а потом смотрим дату 20 марта значит у вас должно быть примерно в первых числах апреля проснулся и это не поздно вот так еще пробежали вперед еще пробежали вперед много бесценных фотографий на тему другие вот видите это посадка на холмы это как я пропагандирую дерево 30 с лишнего лет видели да не молодое добитая жизнью но живое выражает в этом году 40 ведер кто не верит это самое докажу есть фотографии есть фильмы 40 ведер вот что такое посадка не живут посажены в ямы господа специалисты прекратите в эти лучи там в ямы эти дела которые еще проваливаются чуть ли на полметра буквально за десятые дни так но это к слову это моя боль значит вот эта вот фотография на ней видно что все вишни они вот так и лежали как упали дерево так и лежали все съедены вот и неглубоко закопанная подвергается такой же опасности может чуть меньше и получается две кранчика глубоко закопаешь основание штаба потом зайдет а закопаясь как я учу мыши могут добраться значит что надо сделать чтобы мыши не было но эта тема отдельного разговора теперь мы еще немножко посмотрим вот это вот вам предназначено вот они то что я высылал вот эти же банки здесь они распасованы по 10 штук хранение при температуре вот там дальняя стенка там морозилка 0 а с этой стороны 2 примерно 3 градуса ну вот я их пишу от 0 до 3 дальше значит показываю на что я не халтурщик все что вам не продал а то что потом не трава замерзшие были а чеку денег жалко было что он сам не смог прощить один и жалко вот это вот что дарвишь а вот это замерзшие а вот это замерзшие а вот эти вот они когда лежали их не купили и вот они проснулись прямо в этих прям холоде это прямо в холодильнике в холодном вот такая судьба ну холодильник всходят не все. Рассказываю один из секретов всему свету. Первое, два, три, максимум четыре всходят и захватывают всю влагу. Когда мешочек разрываешь, песок абсолютно сухой и из десяти, пять, шесть, семь не взойдут уже в этом году или уже никогда. Потому что влаги не было, у них первое, кто успел, тот не опоздал, они всю влагу себе забрали. Значит, хранение в этих мешочках, когда я сейчас с этих начинаю, ну, допустим, с чаще всего абрикосы. Самый популярный фрукт. Где-то с февраля начинаю уже вот так, в таких же вот мешочках. Получили бегом более крупные. Ну, вот, мы посмотрели. Снова, чтобы не думали, что я халтурщик. Снова, чтобы не думали, что я халтурщик, что я не халтурщик. Вот, у меня всходит все. Так, идем дальше. Сейчас, благодаря вам, мы делаем это. Вот это вот умудрился человек. Нет, нет, это я. Это мои приготовленные к отправке. Ладно. Полюбовались. В сухом виде 100% хранение получается. Вот. Снова никакой халтуры. Вот. Ну, про посадку другой раз. Плохо берут у меня этот. Вы у меня, конечно же, это. Вадь, вы же меня не выписали орех манджурский. Ну, колитесь. Орех манджурский. Я, это выглядело настолько, у меня только лихина. Ну, ладно. Тогда я вас прощаю. Ну, с другим говорю. Уникальная вещь. Один из самых ценных этих лекарственных растений в мире. Вот. Ну, ладно бы. Один на пять человек бы вырастили. Там, хватило бы урожая на пять участков. Да? Вот. Ну, на улице бы посадили в конце концов. Чтоб кто-то мог... Да я не вам. Меня бы выписала. А? Ну, я бы с удовольствием выписала. Да вам просто в голову это не пришло. Вот так. Идем дальше. Идем дальше. Идем дальше. Вот показываю банка, которая была прислонена к морозилке. Но это не значит, что они замерзли. И тут минус один, минус два. Для них это нормально. Они могут всю зиму при такой температуре. И еще и раньше взойдут. Вот. Когда наступит время просыпания. Значит, вот эта вот фотография, когда вы будете перекладывать обязательно в более крупные банки. Так. У вас там не так сразу у вас будете банков. Допустим, на 10 семечек я предлагаю хотя бы такую. Видите, там 200 литровую. Если там 30-50 семечек, уже пол-литровую. А вот у меня, вот, например, вот здесь где-то примерно косточки или ореха отсюда не вижу. Это уже довольно солидная банка. Чем она хороша? Мне, как в этом телевизоре, видно время че, то есть время, когда надо высаживать. То есть банка прозрачная и частичная. И видно, когда просыпаются первые эти самые. Так что у вас тогда следите за банкой. Часто даже для этого не надо его открывать и ковыряться в ней. Норовя отломать листочек. Ну, еще немножко поговорю. Вот смотрите, Китай как раз синий. Значит, вот это лежало в поддоне. Температура была плюс 10. Так, вроде бы холодно и темно. У меня не было места, поэтому я взял, у меня Китай как-то было море. Сами видите, что купили только малую часть. Потом увидите, они прекрасно в поддоне лежали. И 12 апреля они не к 12 апреля они не просто взошли, а перьи взошли. То есть они уже негодны для высадки. Нет, тут есть которые покопаться еще годны, но большая часть пропала для всех. Для тех, кто лишь пару сотен, не это, чтобы роскошные прекрасные сливы вырастить. Кто-то у меня вот такая пачка, вот меня видно, это те, кто сделал заказ, я не преувеличил, вот такая пачка. А потом исчез, а потом после напоминания даже не отзываются, или в крайнем случае извините, я раздумываю, извините, не верю, я уже не верю ничему. Я потратил 50 тысяч, 20 тысяч, все, хватит с меня. И вот это вот чудо, которое сходит со 100% надежностью, уже и песок был уже как сработанный, то есть уже и влаги не хватало, но плюс 10, эти же самые в феврале были закопаны, прошло два месяца, ровно два месяца, и пожалуйста, оказывается, они начали сходить уже в марте, и весь март сходили, росли, 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 и 12 апреля их уже надо выкидывать. Вы поняли, что такое влияние температуры? Потом увидите и поймете. самое бедное несчастное жительство, вы не видите, о чем мы говорим. Все будут видеть, а вы нет. Так, ну, наверное, надо заканчивать. Сейчас мы будем заканчивать. Никаких искусственных штабов, как растет, так растет, иначе инвалиды вырастите, это я еще показал фотографию. Вот, значит, сливы. Первый год ни одна не взошла, вот эти грязки, а на второй год взошли практически все. бывает такое. Вот, я приехал с командировки в мае месяц, я посадил, меня одна не взошла. Это уже другие, опыт чужой и плохой. Вот, значит, просыпается природа, в это время садится, а не потом. Цвету дерева посадили, они не взошли. Вот, природа уже упущена, все упущено. Ну, еще тут я бы сказал так, надо заканчивать разговор. наверное, на этом и закончим. Я надеюсь, что этот фильм вам поможет. Так что, до свидания, друзья. Вот, еще не последний разговор, еще кто-то позвонит. И, вы знаете, что, я на второй вопрос не ответил. Это, их потом рассаживать надо. Это, это, другая головная боль. Вот, но на сегодня я больше не могу говорить, есть причины для этого. Дети ждут. Все. Я ответил пока на первый вопрос. Рассаживание садите так, чтобы можно было не калечить соседей. Вот. 30 сантиметров, 40 как минимум. Вот тогда и будет рассаживать. Вот, в принципе, я на второй вопрос ответил. Так, Валентина, я отключаюсь. Ладно? Я как мог постарался ответить. И не первый раз, но каждый раз хоть какую-то новую фотографию покажу. Все, до свидания. А, нет, не вам до свидания, это им. А вы остаетесь на связи. Субтитры сделал DimaTorzok